Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 21 сентября. Житие святителя Дмитрия, митрополита ростовского, чудотворца. Святитель Дмитрий в мире Даниил родился в декабре 1651 года в местечке Макарове, находившемся в сорока верстах от города Киева. Отец его, Савва Григорьевич, Туптала из простых казаков, дослужился до звания сотника и остаток дней своих посвятил на служение церкви, приняв на себя обязанности ктиторы Кирилловской обители. И он, и супруга его, Мария Михайловна, были благочестивые люди и проводили добрую христианскую жизнь. Но отец был постоянно отвлекаем от дома военными занятиями, и отрок воспитался преимущественно под руководством матери. С нежной любовью и похвалой отозвался о ней сам святитель по поводу ее кончины. Самый великий пяток спасительной страсти, мать моя, представися в девятый час, точно в тот час, когда Спаситель наш на кресте, страждущий за спасение наше, Дух свой Богу Отцу в руки придал. Имела лет от рождения своего более семидесяти, да помянет ее Господь во Царстве Своем Небесном. И подлинно христианская была ее кончина, ибо со всеми обрядами христианскими, с обыкновенными таинствами, бесстрашно, непостыдно, мирно. Еще же расподобит ее Господь доброго ответа на страшном Своем суде. Как и не сомневаясь о Божьем милосердии и ее спасении, ведая постоянную, добродетельную и набожную ее жизнь. А и то за добрый знак ее спасения имея, что с того же дня и того же часа, когда Христос Господь разбойнику во время вольной страсти рай отверст, тогда ее души от тела разлучиться повелел. Само собой понятно, что под влиянием такой добродетельной матери, отрок Даниил возрастал в страхе Божьем и благочестии, восходя от силы в силу и укрепляясь в добродетелях. Начальное образование Даниил получил дома, родители обучили его читать. И когда исполнилось Даниилу 11 лет от роду, отправили его в Киевское братское училище. Благодаря отличным способностям и пламенному усердию в занятиях, Даниил скоро стал преуспевать в науках и превзошел всех своих сверстников. В классах риторики он обратил на себя особенное внимание искусством стихотворства и витийства. Под руководством знаменитого полемического богослова Галятовского, Даниил в совершенстве изучил те приемы и обороты речи, которые невольно поражали потом в его поучениях, и приобрел ту энергию и непобедимую силу убеждения, которые явились впоследствии в борьбе с раскольниками. Но успевая в науках, Даниил в то же время отличался и замечательным благонравием, и рано обнаружил склонность к жизни созерцательной и подвижнической. Он не принимал никакого участия в детских играх и избегал всяких утех и увеселений. Свободное от школьных занятий время он проводил в чтении священного писания, творении и житии святых мужей и в молитве. С особенным рвением посещал он храм Божий, где благоговейно возносил свои усердные молитвы Господу. Чем чаще и прилежнее читал он божественное писание и жития святых отцов, тем более усиливалось в его душе желание подражать святым угодникам. 15 лет от роду Даниил должен был оставить училище. В то бедственное для Киева время город этот непрестанно переходил то под польскую, то под русскую державу. Это отзывалось и на состояние училища, которое в 1665 году, когда Киевом овладели поляки, потерпело совершенное разрушение и долгое время оставалось в запустении. Поэтому Даниил не мог окончить своего курса и должен был прекратить свои научные занятия. Еще в школе, питая склонность к жизни иноческой, Даниил вскоре по выходу из училища оставил мир сей со всеми его благами. Испросив благословения своих родителей, он в 18-м году своей жизни поселился в Кирилловском монастыре. Игумен этого монастыря Милетий Дзик давно уже знал Даниила, так как раньше был ректором Киевского училища. 9 июля 1668 года он совершил пострижение Даниила в иночество и нарек его Дмитрием. Новопостриженный инок всецело поручил себя воле и промыслу Божию. Строго и неуклонно стал он соблюдать все монастырские правила, и ревностно в смирении и послушании проходил иноческие подвиги. Всеми силами он старался подражать в добродетелях преподобным Антонио и Феодосии и прочим пещерским подвижникам. Отнюдь не заботился он о приобретении имений и богатства, но всей душой стремился лишь угодить Богу верно и нелицемерно служить Ему одному, и через то стяжал себе богатство нетленное. Не прошло и года после пострижения Дмитрия, как по просьбе настоятеля, он был посвящен Санне Иродиакона. Это посвящение совершено было в День Благовещения при Святой Богородице в 1669 году наречением на Киевскую митрополию Иосифом Тукальским, нареченным, жившим тогда в городе Каневе. Санне Иродиакона Дмитрий оставался в Кирилловской обители довольно долгое время. Во всем Дмитрий повиновался настоятелю, смиренно и усердно служил братьям, беспрекословно исполнял всякое послушание, в церковь приходил первым и уходил из нее последним. В храме стоял со страхом благоговейно, внимая словам Священного Писания. В Келии он часто молился, писал и сочинял, что ему поручал игумен, и усердно продолжал свои научные занятия. Так подвязался Дмитрий до 1675 года. В это время в Густенском монастыре, вероятно, для освящения новосозданного храма во имя Святой Троицы, находился черниговский архиепископ Лазарь Баранович. Здесь ему был представлен Святой Дмитрий для посвящения вера монаха, которое и было совершено 23 мая в день сошествия Святого Духа. Святому Дмитрию в это время было только 24 года, но он уже был искусным в деле проповедания Слова Божия. Познакомившись с ним поближе и узнав высокие его духовные качества, архиепископ пригласил Святого Дмитрия быть проповедником при Черниговской соборной церкви. Более двух лет Святой Дмитрий проповедовал народ в соборной и других церквах черниговских, поучал народ закону Христову. Он приносил большую духовную пользу всем своим слушателям и доставлял им великое наслаждение. Живая и увлекательная речь его была растворена солью премудрости, так что все стремились слушать его. Слава Святом Дмитрии, как великом проповеднике, с быстротой молнии разносилась по Малороссии и Литве, и обитель за обителью стали приглашать его к себе, чтобы воспользоваться его красноречивым назиданием. Ближайшим поводом к таковым приглашениям послужило следующее событие. В июне 1677 года, движимый благочестивым усердием, Дмитрий отправился из Чернигово в Новодворский монастырь для поклонения чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, писанной Святым Петром, митрополитом московским. В то время, когда прибыл Святой Дмитрий, здесь готовились к торжественному перенесению этой иконы и старой церкви в новую. Для этого прибыли белорусский епископ Феодосий, настоятель Виленского Святодухового монастыря Климент. По окончанию праздника Климент взял с собой Дмитрия в свой монастырь. Более двух месяцев Дмитрий пробыл в Вильне и произнес здесь две проповеди. Вскоре, однако, по просьбе епископа Феодосия, Святой Дмитрий отправился в Слуцк, и, поселившись в Братском Преображенском монастыре, 14 месяцев неустанно трудился в проповедании Слова Божия. По свидетельству жителей Слуцка, Дмитрий сильно полюбил Дмитрия и благодетельствовал ему ктитор монастыря Иоанн Скачкевич. На средство Коева и был построен Преображенский монастырь. Святой Дмитрий также глубоко уважал и любил своего благодетеля, прожил в Слуцке до самой его контины и почтил его память, сказав на погребение его проповедь. Между тем, святого Дмитрия неоднократно уже приглашали возвратиться в Малороссию. Его призывал и Гетман Самойлович, и прежний его настоятель Милетий, управлявший теперь Киевским Михайловским монастырем. В феврале 1679 года святой Дмитрий прибыл в Батурин и был принят Гетманом весьма ласково и милостиво. Поселившись в Николаевском Крупицком монастыре, находившемся в семи верстах от Батурина, Дмитрий продолжал ревностно подвязаться в посте, молитве, непрестанном чтении душеполезных книг. С особенным же усердием проповедовал он Слово Божие. Слава о его добродетельном житии распространилась по всем обителям. Многие из них приглашали святого Дмитрия к себе для управления. Так братья Кирилловского монастыря обратились к нему с убедительной просьбой принять над ними начальствование. Но святой Дмитрий, вероятно, по смирению своему, а также удерживаемый и Гетманом, отклонил эту просьбу и отправил в Кириллово монастырь благодарственное письмо. Вскоре после этого в 1681 году скончался игумен Максаковского преображенского монастыря. Братья обратились также ко святому Дмитрию, прося его быть у них игуменом. По своему уединенному местоположению Максаковский обитель как нельзя более соответствовал строгой иноческой жизни Дмитрия. Поэтому с согласия Гетмана он принял предложение Максаковских иноков и отправился с гетманским письмом Чернилев к архиепископу Лазарю Барановичу за указом. Архиепископ принял Дмитрия весьма милостиво. Как бы провидя будущее, Лазарь, как только распечатал гетманское письмо, сказал Дмитрию, «Не читая письма, говорю, да благословит вас Господь Бог не только игуменством, но по имени Дмитрия желаю вам митры». Дмитрий да получит митру. В тот же день после посвящения в игумены Лазарь так приветствовал Дмитрия. Сегодня память пророка Моисея, боговица. Сегодня сподобил вас Господь Бог игуменство в монастыре, где храм преображения Господней, как и Моисея на фаворе, сказавший пути свои Моисею, «Да скажет и вам на всем фаворе пути свои к вечному фавору». Эти слова свидетельствует сам святой Дмитрий. «Я грешный принял за хорошее предзнаменование и пророчество и заметил для себя. Дай Боже, чтобы пророчество его архипастерства сбылось». Прощаясь на другой день с Дмитрием, Лазарь подарил ему хороший посох. «И так хорошо отпустил меня, говорит святой Дмитрий, как отец родного сына. Подай ему, Господи, вся благая по сердцу его». Вступив в управление обители, святой Дмитрий нисколько не изменил прежние свои строго иноческой жизни. Подвязаясь по-прежнему в бдениях, молитве и добрых делах, он всем подавал пример христианского смирения. Всегда помня слова Господа, «Если кто хочет быть из вас большим, да будет всем слугою», он так жил сам, так жить учил и других, служа для всех образцом веры и благочестия. Несомненно, что такие игумены – слава и украшение для управляемых ими обителей. Вот почему святой Дмитрий ни в одной обители долго не оставался и был, как видим, перемещаем из одного монастыря в другой. Недолго Максаковские иноки назидали словом из святой жизни Дмитрия. 1 марта 1682 года он был назначен игуменом в Николаевский Батуринский монастырь, но от этого монастыря сам он вскоре отказался. Он жаждал тихого и безмолвного жития, чтобы беспрепятственно предаться богомыслию, молитве и другим богоугодным занятиям. Поэтому на другой же год своего игуменства в Батурине, в день своего ангела 26 октября 1683 года он сложил в себя управление обителью, оставшись в ней простым иноком. Вскоре, однако, промыслом Божиим святой Дмитрий призван был к великому делу составления минеечить их, которыми он принес величайшую пользу всему народу русскому. В 1684 году архимандритом Киево-Печорской лавры был назначен Варлаам Ясинский. От своих предшественников Петра и Могилы и Иннокентия Гизеля он вместе с званием архимандрита наследовал мысль о великом труде составления житий святых. Этот труд был тем более необходим, что вследствие татарских набегов, литовских и польских разорений, церковь лишилась многих драгоценных духовных книг и жизнеописаний святых. Отыскивая способного для этого важного и великого труда мужа, Варлаам остановил свое внимание на святом Дмитрии, который уже прославился своей ревностью к душеспасительным трудам. Выбор ее был одобрен единодушным согласием прочих отцов и братьев и лавры. Тогда Варлаам обратился к Дмитрию с просьбой переселиться в Киевскую лавру и принять на себя труд исправления и составления житий святых, устрашенный тяжестью возлагаемого на него труда. Смиренный подвижник старался отклонить его от себя. Но, страшась греха непослушания и хорошо осознавая сам нужды церкви, он предпочел покориться настоятельным требованиям Варлаама, возлагая надежду на помощь Божию на молитву Пречистой Богоматери и всех святых, Дмитрий в июне 1684 года приступил к новому своему подвигу и с великим тщанием начал проходить, возложив на него послушание. Душа его наполнена образами святых, жизнеописанием, коих он занимался, сподоблялась духовных видений во сне, которые укрепляли его на пути к высшему совершенству духовному и ободряли его в великих трудах. Августа 10-го 1685 года повествует сам святой Дмитрий «В понедельник услышал я благовест заутренне, но по обыкновению своему ленивству, разоспавшись, не поспел к началу и проспал даже до чтения в салтире». В это время видел следующее видение «Казалось, будто поручена была мне в смотрении некоторая пещера, в кое почивали святые мощи. Осматриваясь, освещая гробы святых, увидел там же якобы почивающую святую великомученицу Варвару, приступив к ее гробу, узрел ее лежащую боком, и гроб ее являющей некоторой гнилость. Желая он ее очистить, вынул мощи ее из раки и положил на другом месте. Очистив раку, приступил к мощам ее и взял он ее руками для вложения в раку. Но вдруг узрел в живых Варвару святую. «Святая дева Варвара, благодетельница моя, умоли Бога о грехах моих!» воскликнул я. Святая ответствовала, будто бы имея сомнение некое. «Не редай, умолю ли, ибо молишься по-римски». Думаю, что это мне сказано для того, чтобы я весьма ленив к молитве и уподоблялся, в этом случае, римлянам, у коих весьма краткое молитвословие, так как и у меня краткая и редкая молитва. Слова эти, услышав от святой, начал я тужить и как бы отчаиваться. Но святая спустя мало времени возрела на меня с веселым и осклабленным лицом и рекла «Не бойся!» И иные некоторые утешительные произнесла слова, коих я и не вспомню. Потом, вложив в раку, я облабызал ее руки и ноги, казалось, спело живое и весьма белое, но рака убогая и обветшалая. Сожалея о том, что нечистыми, скверными руками и устами дерзая касаться святых мощей, и что не вижу хорошей раки, размышлял, как бы украсить этот гроб и начал искать новые, богатейшие раки, которые бы переложить святые мощи, но в том самом мгновении проснулся. Жалея о пробуждении моем, почувствовал в сердце мою радость. Заключая этот рассказ, святой Дмитрий смиренно замечает, бог ведает, что этот сон знаменует и каково оного события воспоследует. О, когда бы молитвами святые Варвары, покровительницы моей, дал мне бог исправление злого и окаянного жития моего. Другое сновидение, случившееся через три или четыре месяца после первого, было следующее. В 1685 году в Филиппов пост пишет святой Дмитрий «В одну ночь, окончив письмом страдания святого мученика Ореста, которого память 10 ноября почитается, за час или меньше до заутрення, лег отдохнуть, не раздеваясь. И в сонном видении узрел святого мученика Ореста, лицом веселым ко мне вещающего, сими словами, «Я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал». «Сие рек открыл мне перси свои и показал в левом боку великую рану. Сквозь, во внутренность проходящую, сказал, «Сие мне железом прожжено». Потом открыл правую по локоть руку, показал рану на самом противо локтя месте и рекал, «Это мне перерезано». При этом видны были перерезанные жилы. Также и левую руку открывшую на таковом же месте такую же указал рану, сказуя, «И то мне перерезано». Потом наклоняясь, открыл ногу и показал на сгибе колена рану. Также и другую ногу до колена открывши такую же рану на том же месте показал и сказал, «А это мне косою рассечено». И став прямо взирая мне в лицо сказал, «Видишь ли, больше я за Христа претерпел, нежели ты написал?» Я против этого ничего же смею сказать, молчал и мыслил себе, кто сей есть арест, не исчисла ли пяточисленных? 13 декабря на эту мою мысль святой мученик ответствовал, «Не тот я арест, который пяточисленных, но тот, которого ты ныне в житии написал». Видел я другого некого важного человека, за ним стоявшего, и казался мне также некий мученик быч, но ничего не говорил. В то же самое время учененный за утренний благовеск пробудил меня, и я жалел, что сие весьма приятное видение скоро окончилось. А что это видение прибавляет святой Димитрий, записав его спустя более трех лет, «Я недостойный и грешный истинно видел, как написал, а не иначе, сие подклятву моей священнической исповедую, ибо все оно, как тогда совершенно памятовал, так и теперь помню». Прошло слишком два года с того времени, когда святой Димитрий сложил в себя игуменство, ибо уединенный Келли совершал свой великий труд. Случилось ему быть вместе с архимандритом Варламом в Батурине. С радостью встретили его гетман и новый митрополит и стали убеждать его снова принять на себя управление Николаевской обителью. Долго Димитрий отказывался от этого, но наконец должен был уступить усердным просьбам. И 9 февраля 1686 года переселился в Батурин, но оставив Киевскую Лавру, святой Димитрий не оставил своего дела. Тем же усердием, как и в Лавре, он продолжал составлять жития святых и здесь окончил первую четверть менеджетих, заключающую в себе три месяца сентябрь, октябрь и ноябрь. Труд свой святой Димитрий представил архимандриту Варламу, прочитав и рассмотрев рукопись вместе с соборными старцами и другими благоразумными мужами, Варлам решил приступить к печатанию жития святых. Святой Димитрий прибыл из Батурина в Лавру и под его личным наблюдением в 1689 году была напечатана первая книга менеджетих. Вскоре после всего святому Димитрию представился случай быть в Москве. Князь Голицын отправил на Москву Гетмана Мазепу с донесением об окончании похода на Крым. Вместе с Гетманом были отправлены для объяснения с патриархом по некоторым церковным вопросам святой Димитрий и Иннокентий и гумен Кириллова монастыря. Это было 21 июля 1689 года. По прибытии в Москву они были представлены царю Иоанну Алексеевичу и царевне Софии. В тот же день святой Димитрий представился патриарху Иоакиму. Спустя месяц после своего приезда святой Димитрий вместе с Гетманом были в Троице Сергиевой Лавре. Здесь тогда жил царь Петр Алексеевич который весьма милостиво принял Димитрия. В Лавре же Димитрий имел случай опять видеть патриарха. Мы посещали его часто говорил сам святый. Он благословил мне грешно продолжать писание в житии святых и дал на благословение мне образ пресистой Богородицы в окладе. Возвратившись в свой монастырь святой Димитрий с большей ревностью стал трудиться над составлением житий святых. Чтобы удобнее заниматься своим богоугодным делом он оставил свои настоятельские покои и устроил себе в уединенном месте близ церкви святого Николая Крупицкого особенную келью которую в своих записках называют скитом. По время как святой Димитрий трудился на Вторую книгу учить именей. Новый московский патриарх Адриан 1636-1700 годы последний патриарх всероссийский прислал ему похвальную грамоту. Грамоты сию привез в Орлаам возведенный и посвященный в Москве сам митрополита Киевского. Сам Бог писал патриарх воздаст тебе братья всяким благословением благостынным написуя тебя в книге жизни вечной за твои богоугодные труды в Писании исправлении же и типом издании книги душеполезной житии святых на три месяца первое сентябре октовре и ноемвре той же и впредь да благословит укрепит и поспешит потруждаться тебе даже на все целый год и прочие таковые жития святых книги исправите совершенно и типом изобразите патриарх истинные церкви своей святой такового пастыря доброго искусного ваше архипастырство чтобы в начале своего пастырства во-первых всех о всех попечись и промышлениями о умножении Божией и святых его славы желающий жития в мире типом изданном быти на пользу всему христианскому православному российскому роду слава сия всем преподобным его ныне уже я недостойный усерднее Господу поспешивающему на предлежащую простую бренную и грешную мою руку и мы святительство ваше в том деле пособствующее мне укрепляющее же и наставляющее благословение ежепопремногу возбуждает меня до сон лености от тряс повелеваемое мне творю тщательно если не искусен я не имея столько видений и возможностей дабы все доброе привести к совершенному зачатое дело но тем более укрепляющий меня Иисусе наложенным святого послушания ерем носить должен скудаумием моего недостаточно исполняющим тому от которого исполнение мы все принимаем и еще приимем только да и впредь способствует мне соблагословением богоприятное архипасторство вашего молитва на нее же я сильно надеюсь теперь святой Демитрий решился посвятить себя исключительно чьи тим минеем февраля 14 1692 года повествует он сам в первую неделю поста перед обеднию оставил и сдал игуменство мое в Батуринском монастыре для способниче моего пребывания и писания житей святых живая в уединенной своей кельи он составил вторую книгу заключавшую в себе следующие три месяца декабрь январь и февраль и 9 мая 1693 года сам привез ее в Киево Печорскую типографию но как не стремился трудолюбивый инок к тихой и уединенной жизни люди ценившие его высокие душевные качества не давали ему покоя так пока святой Демитрий наблюдал за печатанием своего труда но в архиепископ Черниговский святой Феодосий Углецкий убедил его принять на себя управление Петропавловской обителью в 20 верстах от города Глухого во время пребывания его в всем монастыре в феврале 1695 года окончено было печатание второй четверти тименей и за эту книгу патриарх Адриан удостоил Демитрия таким же похвалам как и за первую прислав ему другую одобрительную грамоту это побудило Демитрия усердно продолжать свой труд и он начал готовить третью книгу заключающую в себе месяцы март апрель 1697 года святой Демитрий был назначен настоятелем Киевского Кириллова монастыря а через пять месяцев после всего 29 июня его поставили в архимандрита Черниговского Елецкого Успенского монастыря так исполнилось наконец благожелание Лазаря Барановича Демитрий получил митру но возведенный в сам архимандрита святой Демитрий памятные слова святого писания кому много донос того много и спросится предался своим трудам и подвигам еще с большим рвением и усердием не оставляя занятия витиями святых святой Демитрий не забывал и монастырского благоустроения и всюду помогал советам и рассуждениям словом и делом прошло еще два года и святой Демитрий был переведен в Спаский Новгород Северский монастырь это был последний монастырь которым управлял святой Демитрий здесь он окончил третью четверть мини четей которая и была напечатана в начале 1700 года после архимандрит Лавры Иосаф Кроковский с братьями в знак особенного уважения к составителю жития святых прислал ему в дар икону Пречистой Богородицы пожалованный царем Алексеем Михайловичем киевскому митрополиту Петру Могиле во время венчания своего на царство в том же 1700 году император Петр Великий в заботах об отдаленных областях своих обширных владений поручил киевскому митрополиту Варлааму поискать из архимандритов или игуменов или других иноков доброго и ученого и благо непорочного жития которому в Тобольске быть митрополитом и могу Божией милости проповедовать в Китае и в Сибири слепоте и долослужение и других нележести и закоснелых человек приводить в познание служения и покорение истинного живого Бога Варлааму никто в этом отношении не был столь известен как архимандрит Новгород Северский и святой Дмитрий в начале 1701 года был вызван в Москву здесь он сказал императору приветственную речь которая изобразила достоинство царя земного представляющего на земле образ Христа царя небесного вскоре 23 марта святой Дмитрий был рукоположен в митрополита сибирского и тобольского высокой честью украсили смиренного Дмитрия но она была ему не по сердцу Сибирь страна суровая и холодная а здоровье святого Дмитрия было слабое от непрестанных занятий расстроенное Сибирь страна далекая а у святого Дмитрия было близкое к сердцу занятие которое началом в Киеве и мог продолжить только там или близких мест где сосредотачивалось тогда просвещение а не в глухой и далекой Сибири все это так беспокоило его что он слег в постель мудрый государь посетил больного и узнав причины его болезни успокоил его и дозволил остаться на время в Москве в ожидании ближайшей епархии вакансия на такую епархию вскоре открылась скончался ростовский митрополит Яосаф и святой Дмитрий 4 января 1702 года был назначен его преемником в Ростов святой Дмитрий прибыл 1 марта во вторую неделю Великого поста вступив в город он прежде всего посетил Спасо-Яковлевскую обитель войдя в собор зачатия Божией Матери где почивает мощь святителя Якова Ростовского новый архипастер совершил обычное моление и в то же самое время узнав по особенному откровению свыше что в Ростове суждено ему окончить свою многотрудную и многополезную жизнь назначил для себя могилу в правом углу собора и сказал окружающим вот покой мой здесь селюсь во век века совершив после всего в Успенском кафедральном соборе божественную литургию святитель произнес новой своей пастве красноречивое и трогательное слово где изложил взаимные обязанности пастыря и пастуы да не смущается говорил святитель сердца ваше о моем к вам пришествии дверями я вошел к вам но не перелез инди я не искал но был сам взыскан и я не ведал вас и ни вы меня не знали судьбы же господа бездна много и то он меня послал к вам я же пришел чтобы не вы мне служили но да я послужу вам по слову господню кто хочет быть среди вас первым да будет всем слуга вступив в управление ростовской митрополией святитель Дмитрий нашел в ней великие нестроения с ревностью Ильи он предался неусыпным заботам о благоустроении церковном и спасении душ человеческих как истинный пастырь следует словам Евангелия так да просветится свет ваш пред людьми чтобы они видели ваши добрые дела и прославили отца вашего небесного святитель сам во всем являлся образцом благочестия в то же время он старался искоренять в людях всякого звания злые нравы зависть неправду и другие пороки особенно огорчали святители духовенства своим невежеством и пренебрежением к проповеданию слова Божия о ли окаянному времени нашему говорил святой Дмитрий в одном из своих поучений ибо отнюдь пренебрежено то сеяние весьма оставлено слово Божие и не знаю кого во первых окаивать требуется сеятелей или землю и рефли или сердца человеческие или обои вместе вместе не потребны бы ни в творящем благостыне нет ни одного сеятеля нет не сеет а земля не принимает иереи не врегут а люди заблуждают иереи не учат а люди не вежествуют иереи же слово Божие не проповедует а люди не слушают и не хотят слушать у многих из духовных лиц святитель не находил даже доброго нравственного воспитания напротив с горестью приходилось ему замечать что отцы семейства были невнимательны к исполнению главных христианских обязанностей своими домашними а что еще удивительнее продолжает святой Дмитрий что иерейские жены и дети многие никогда не причащаются и узнал я отсюда что иерейские сыны приходят ставиться на места отцов своих которых когда спрашиваем давно ли причащался многие поистине скажут что и не помнят когда причащались о окаянные иереи не родящие о своем доме как могут они родить о святой церкви домашних своих о святом причащении не приводящие как могут приводить прихожан непекущиеся спасений душ которые у них в доме еще более святитель исполнился благочестивой ревности еще сильнее стал он скорбеть когда узнал что некоторые священники забыв страх Божий не воздают должного почитания причистым и животворящим тайнам Христовым в одном из своих поучений иереем святитель повествует о таком событии случилось нам в январе 1702 года ехать в город Ярославль на пути вошел я в одну сельскую церковь совершив обычное моление я хотел воздать достойную честь и поклонение причистым Христовым тайнам и спросил тамошнего священника где животворящие Христову тайны священник как будто не понимал моих слов стоял в недоумении и молчал тогда я снова спросил его где тело Христово священник не понял и этого вопроса один же из опытных спросил его где запас тогда священник вынул из-за угла сосуд зело гнусный и показал хранимую в нем с таким небрежением великую святыню на которую и ангелы взирают со страхом и возболезновал о том я сердцем попремногу говорит святитель ово яко в таком непочитании хранится тело Христово ово же яко ненарицание чеснага причистым тайнам подобающего ведет удивись о всем небо и земли ужаснитесь о концы святитель стал заботиться о немедленном искоренении таких вопиющих недостатках желая чтобы иереи оставили свое нерадение проходили бы со всяким тщанием и страхом Божиим свое служение святой святой димитрий написал два окружных послания для пастырей эти послания во многих списках были разосланы священникам с тем чтобы они списывали для себя чаще прочитывали их и согласно с ними исправляли свои обязанности в первом послании святитель отеческий увещевал пастыря оставить свое злонравие запрещал им рассказывать о согрешениях своих духовных чат и тщеславиться своим званием и положением духовного отца именем господа он умолял их не презирать нищих и убогих но одинаково и непрестанно заботиться о душах всех послумных во втором послании святой димитрий своей архипастерской власти повелевал чтобы священники под страхом грозного суда Божия не только сами воздавали должное поклонение святым и животворящим тайнам но и других тому получали увещевал хранить их в подобающих святыне местах и сосудах и не называть их запасом убеждал иереев достойно приготовляться к своему священному служению и умолял чтобы они как можно чаще получали народ и сами тщательно исполняли свои обязанности стремясь совершенно искоренить недостатки в среде духовенства святой Дмитрий сознавал что наиболее действительным средством для сего служат добрые учения и воспитания поэтому открыл при своем архиерейском доме училище собрав в этом училище до 200 человек детей священнослужительских он разделил их на три класса и во главе их поставил лиц отличавшихся хорошей и примерной жизнью училище было предметом особенного попечения святителя он часто посещал классы сам выслушивал учеников и испытывал их познание в случае отсутствия или болезни учителя он сам принимал на себя его должность в свободное от обычных занятий своих время святитель собирал способных учеников и толковал им некоторые книги из детского завета в летнее время проживая в архиерейском селе Демьянах он объяснял ученикам новый не меньше заботился святитель и о нравственном воспитании учеников воскресные праздничные дни они должны были приходить в соборную церковь к всеночному бдению и литургии по окончании первой экофизмы во время чтения какого-либо слова или жития ученики должны были подходить к святителю под благословение давая таким образом знать о своем присутствии архипастор повелевал ученикам строго соблюдать не только четыре десятницы но и другие посты сам исповедовал их и приобщал святых тайн кончившие им учения святитель давал места при церквах смотря по достоинству дичков и пономарей для внушения им уважения к своей должности посвящал стихарь чего прежде в Ростове не было как однако не был обременен святитель многочисленными заботами и делами он и в новом своем служении не оставлял своего великого труда над житиями святых прошло почти три года как прибыл святой Димитрий в Ростов и в летопись ростовских архиереев находящихся при соборе ростовском внесена была следующая запись в лето от воплощения богослов 1705 месяца февраля девятый день на память святого мученика Никифора сказуемого победоносца в отдание праздника средине Господня изрекшую святому Семену богоприимцу свое моление ныне отпущая шараба своего владыка в день страданий Господних пятничный вонь же на кресте рече Христос совершишеся перед субботой поминовения усопших и перед неделью страшного суда «Помощью Божией и Пречистой Богоматери всех святых молитвами месяц август написайся Аминь». В том же 1765 году эта последняя книга заключавшая в себе месяц июнь июля-август была отпечатана в Киево-Печерской лавре. Так закончено было великое дело с оставлением нечетих потребовавших от святителя двадцатилетних напряженных трудов. Но святому Димитрию предлежал в ростовской пастве другой важный подвиг. Там было в то время множество раскольников, главные учители которых укрывались в брынских лесах, через потаенных своих проповедников всюду рассеивали свое зловредное учение. Своими неправыми толкованиями и тайными увещаниями завлекали они в свои гибельные сети овец христовых. Многие, поверив их льстивому учению, колебались в истинной вере. Оле окаянных последних времен наших, говорит святитель в одном из своих поучений. Как ныне святая церковь взяла утеснена, умолена, ова от внешних гонителей, а то и от внутренних раскольников, которые по апостолу от нас вышли, потому что не были наши. И уже толь от раскола умолилась самая истинная соборная церковь апостольская, что едва где истинного сына церкви найдешь, едва же не во всяком городе иная некая особая изобретается вера, и уже о вере и простые мужики и бабы весьма пути истинного не знающие, догматизуют и учат, якоже о сложении трех перстов глаголича неправы и новый крест быти, и в своем упорстве окаянии стоят презревшие и отверши истинных учителей церковных жизни. Крайней прискорбым были такие явления для просвещенного защитника веры Христовой. Святитель решил по нескольку раз объезжать свою епархию и проживал подолгу в Ярославле для того, чтобы словом своим обличать закоснелое невежество отступников церкви православной. В один из приездов в Ярославль святой Димитрий совершив воскресный день литургии в соборе возвращался к своему дому. В это время к нему подошли двое неизвестных ему людей и обратились к нему с вопросом. Владыка святый, как ты повелишь? Вилят нам бороды брить, а мы готовы голову нашу положить за бороды. Во время Петр Великий издал указы, коим повелевалось брить бороды. Святитель удивился такому неожиданному вопросу и в свою очередь спросил, как вы думаете, отрастет ли голова, если у вас снимут ее? Нет, отвечали те. А борода отрастет? спросил святитель. Борода отрастет, отвечали они. Так пусть же вам отрежут бороду, дождетесь другой. Когда святители, провожавшие его именитые граждане, вошли в его келью, то они долго беседовали о бродобритии. Святой Димитрий узнал, что в его пасте есть немало людей, которые сомневаются в своем спасении из-за того, что им по указу царя обрили бороды. Они думают, что вместе с бородой они лишились образа и подобия Божия. Долго увещевал святитель оставить эти сомнения, доказывая, что не в бороде и не в лице образ Божия и подобия, а в душе человека. Святитель написал после этого сочинения об образе Божием и подобии в человеке и разослал его по своей епархии. А царь Петр повелел как можно чаще писать, печатать это сочинение. Вскоре святой Димитрий написал обширное сочинение «Розыск о брынской вере», раскрывшее самый дух раскола, показав в нем недостаток евангельской истины и любви. Святитель ясно и убедительно доказывал в этом сочинении, что вера раскольников неправая, учение их душевредное, дела их небогоугодные. Неустанно подвязаясь на пользу церкви и государства, святой Димитрий предпринимал и другие труды. Так он намеревался составить летопись, сказующая деяния от начала мира бытия до Рождества Христова. Книгу от святителя хотел составить как для собственного келейного чтения, так и по другим особенным обстоятельствам. Он хорошо знал, что не только в малой, но и в великой России редко у кого есть славянская Библия. Ее могли приобрести только люди богатые, бедняки же были совершенно лишены той духовной пользы, какую доставлять чтение этой богодухновенной книги. Многие лица даже среди духовенства не знали порядка библейского повествования, поэтому святитель и желал составить краткую церковно-библейскую историю, чтобы каждый мог приобрести ее за недорогую цену и познакомиться с содержанием Библии. Немедленно приступил святой Дмитрий к делу и начал выбирать сведения из священного писания и различных хронографов. «Пишу», говорил святитель, с Божьей помощью, нравоучения, местами же и толкования священного писания, сколько могу я по своим слабым силам, а библейские истории я привожу только вкратце вместо вступления и от них, как из источников, произвожу струи нравоучения. Как не сильно желал святитель окончить летопись, однако не мог исполнить своего намерения. В этом большим препятствием было для него совершенно расстроено его здоровье. Он успел описать события только за 4600 лет, а между тем, вслед за этим трудом, святитель с помощью Божией думал приступить к составлению краткого толкования на псалтирь. Святитель Дмитрий был знаменитым проповедником своего времени и часто обращался к своей пасте с красноречивым словом назидания. Никакие труды и обязанности никогда не отвлекали его от проповедования Слова Божия. Проповедуемые им истины христианства, изливаясь прямо из души проповедника, являлись всегда живыми и действенными и увлекались слушателей своей простотой беседы отца с детьми, учителя с учениками. Если бы возможно было отыскать и собрать в едино все поучения этого российского златоуста, их можно было бы оказать великое множество, оказаться, но, к величайшему сожалению, весьма многие его поучения утрачены. Мудро управлял своей пастой святитель Дмитрий и никогда не прибегал к суровым мерам. Отличаясь кротостью, святитель во всяком всем, и знатным, и простым, относился с одинаковой любовью, вестяково лицеприятие. Все верные сыны церкви любили его, почитали и уважали как отца. Сам государь и вся церковная семья царская глубоко уважали ростовского митрополита за его истинно добродетельную жизнь. Христианские добродетели святого Дмитрия одинаково сияли и в иноческой жизни, и на святительской кафедре. Особенно даже ярко светили в жизни его молитва, пост, смирение, нестяжательность и любовь к бедным и сиротам. Несмотря на множество дел по управлению епархией, святой Дмитрий ежедневно приходил в церковь для молитвы. Во все воскресные праздничные дни он совершал литургию и произносил проповедь. Всегда сам принимал участие в крестных ходах, как бы продолжительные далеки они не были. Если же он чувствовал себя нездоровым, то посылал в семинарию, чтобы ученики воспоминания пятиязу Христов прочитали пять раз молитву Господню Отче наш. Посещая семинарии, он увещевал учеников постоянно призывать на помощь наставника мудрости и подателя разумения всемогущего Господа. Слух своих и всех живших с ним святитель получал осенять себя крестным знамением и тихо прочитывать молитву Богородица Дева радуйся всякий раз когда бьют часы. Так время напоминало ему не о пище не о сне а о вечности и молитве. Святой Иоанн Затаус говорил кто постится тот с бодрым духом молится он сделает душу бодрою облегчает ее крылья возносит выше земного ведет к мыслям о горних. Хорошо помним эти слова вселенского учителя святитель Дмитрий получая других усердно соблюдать посты он сам непрестанно подавал пример к тому своей собственной жизни принимая пищи только для того чтобы поддерживать свои телесные силы святитель на первой неделе великого поста вкушал только один раз один только раз вкушал он и на страстной неделе в великий четверток памятуя непрестанно слова спасителя всякий возносящий себя будет унижен а смиряющий себя возвышен святой Дмитрий во всю свою жизнь отличался великим смирением несем таков говорил о себе святой как любовь твоя не пщует меня быти несем благонравен но злонравен обыча в худых исполним и в разуме далеко отстаю от разумных буи есть и невежда а светение мое есть единоть ма и прах святение молю же братскую твою любовь помолитесь о мне господу свете моему да просветит мою тьму и изыдет честное от недостойного достигнув высшего сана святительского святой Дмитрий сохранил тоже смирение к высшим был почтителен к равным благосклонен подчиненным милости к несчастным сострадателям само собой уже разумеется что при таких высоких нравственных качествах святитель должен был отличаться и полным бескорыстием действительно в его сердце не было места скупости любостяжания и сребролюбию все подаяния и доходы он во всю свою жизнь употреблял или на церковные нужды или на благотворение неимущим а сироток вдовок нищих и бедных святитель заботился как отец о своих детях он же что получал раздавал им призывая к себе в крестовую палату слепых глухих хромых и убогих предлагая им трапезу давая одежды и оказывая другие милости о своем бескорыстии и нестержательности святитель сам засвидетельствовал в духовном завещании составленном им за два с половиной года до кончины суди говорит он всей духовной грамотой мое весно сотворите всякому кто захочет по кончине моей взыскивать имение моего келейного чтобы не трудиться ему напрасно не истязовать служивших мне бога ради да знают мое сокровище и богатство которое от юности моей я не собирал съенит тщеславец говорю надо искателем моего по мне имения будет это известно от нелижего приях святый иноческий образ и постригокся в киевском кирилловском монастыре восемнадцатого лета возраста моего и обещая богу нищету извольную иметь от того времени даже до приближения моего к гробу не стяжал имения и корысти кроме книг святых не собирал златой серебра не изволил иметь излишних одеж никаких либо вещей кроме самых нужных но не стяжание нищету иноческую духом и самым делом по-возможному соблюсти старался не заботиться себе но возлагая на промысел божий все который никогда меня не оставлял входящие же в руки мои от благодетелей моих подаяния и которые на начальствах келейных приход те я истрачил на мои на монастырские нужды а когда был в игуменах и архимандритах так же в архиересте не собирал келейных которые немногие были приходов но на мои потребы те и сдерживал а другие же на нужды нуждающихся которым бог повелел никто же трудится после смерти моей испытывая или выискивая какое мне келейное есть собрание потому что на погребение что оставляю ни напоминовения ничего да нищета иноческой наипачи на кончине явится богу верую как приятнее ему будет если единое сад а по мне не останет и когда бы многое собрание было раздаваемо чтобы завещание это в коем святитель снова повторил свое желание быть погребенным в спасо-яковлевском монастыре святой Дмитрий объявил митрополиту Стефану Яворскому тогда же они положили между собой завет если священный Стефан скончается прежде то на погребение его быть митрополиту Дмитрию если же Дмитрий прежде отойдет к Господу то погребает его погребать должен Стефан святитель Дмитрий скончался 58 лет от роду на 28 октября 1709 года через день после своего тезоименитства за несколько дней до кончины донесли ему о скором прибытии в Ростов царицы Пороскеевой Федоровны для поклонения чудотворной иконе Богородицы завдовствующая супруга царя Иоанна Алексеевича скончавшегося в 1696 году которую положено было на этот раз по причине осенней непогоды затруднившей путешествие царицы Вярославль перенести отсюда в Ростов святитель услышав это призвал своего казначея монаха Филарета и пророчески объявил ему о близости своей кончины все грядут в Ростов две царицы царица небесная и царица земная только я уже видеть их не сподоблюсь а надлежит принятие готовым быть тебе казначею за три дня до представления святого Дмитрия болезнь давно уже таившаяся в его груди обнаружили с особенной силой в кашле несмотря на это святитель старался казаться бодрым в день своего тезаименица 26 октября он сам совершил литургию в соборе но поучения своего говорить уже не мог и заставил прочитать его одного из своих певчих за обеденным столом сидел с гостями хотя с крайнею нуждою на другой день пришел навестить святителя варлаам архимандрит Данилова монастыря в Переславле во время их беседы к святителю прислала проживавшая тогда в Ростове инакиня варсонофия бывшая кормилица царевича Алексея и постриженная самим святым Димитрием она с глубоким благоговением относилась к архипасторю ростовскому и часто просила от него душеполезных наставлений так и на этот раз варсонофии усердно молилась святителя посетить ее в тот же день святой Димитрий отправился к ней вместе с архимандритом варлаамом на обратном пути он уже едва мог дойти до своей кельи опираясь на служителей тотчас он приказал подвать к себе певчих для пения им самим сочиненных духовных песней как то Иисусе мой прелюбезный надежды моя к Боге полагаю ты мой Бог Иисусе ты моя радость пение это услаждало его душу словами вылившимися из нее самой и он слушал певчих греясь подле печи по окончании пени отпустил певчих святитель удержал одного из них Савву Яковлева более любимого им за усердие в переписывании его сочинений он начал рассказывать ему о своей жизни как он проводил ее в юности и в совершеннолетнем возрасте как молился Богу и причисто его матери и всем угодникам и сказал и вы дети молитесь так же потом благословил певчих и провожая его из кели поклонился ему едва не до земли и благодарил его за усердие в переписке его сочинений видя что архипастер так смиренно и необычно провожает его и так низко ему кланяется певчих содрогнулся и с благоговением сказал мне ли владыка святый последнейшему рабу твоему ты так кланяешься на это святитель с той же кротостью отвечал благодарю тебя чада певчих горько заплакал и удалился после этого святой Димитрий приказал служителям разойтись по своим местам а сам заключился в особенную комнату как бы желая отдохнуть и наедине предался усердной молитве к Богу утром служители вошли в эту комнату и нашли святителя скончавшимся на коленах в положении молящегося так молитва услаждавшая жизнь святителя сопровождала его и к смерти честное тело почившего святителя было обличено в архиерейские одежды им самим приготовленное в тот же день перенесено в домовую церковь во гробе под главу и под все тело были посты на позавещание святителя его черновые бумаги немедленно весь о представлении святого Димитрия разнеслась по всему Ростову ко гробу его стеклось множество народа искренно плакавшего о неоценимой потере своего возлюбленного пастыря и учителя в тот же день прибыла в Ростов Роскева Федоровна и не застав живых святителя как он сам предсказывал много плакала что не удостоилась принять от него благословения и повелела отслужить соборне панихиду 30 октября по повелению царицы тело святителя перенесено было в собор с подобающей честью царица вторично отслужила панихиду в последний раз простилась с угодником Божиим и отправилась в Москву вскоре прибыл для погребения святителя митрополит Стефан войдя прямо в церковь в собор он поклонился телу почившего друга и много плакал над ним после всего он приказал казначевичу Ларету приготовить все нужное к погребению в Яковлевском монастыре тогда настоятели монастырей ростовских соборных священников многие из граждан приступили к Стефану с прошением погребсти Димитрия в соборе где обыкновенно погребались прежние архиереи но Стефан не согласился говоря преосвященный Димитрий вступил на ростовскую кафедру прежде всего посетил Яковлевский монастырь и сам избрал себе здесь место для погребения как же могу я нарушить его волю в назначенный для погребения день 25 ноября митрополит Стефан верный завету дружбы совершил литургией надгробное пение при котором произнес слово частого свяца свят Димитрий свят вслед за сим сопровождение плащащего народа тело святого Димитрия перенесено в Яковлевский монастырь и здесь предано земле преосвященный Стефан написал надгробные стихи в коих между прочим говорил силы ростова града люди рыдайте пастыря умершего слез напоминайте Димитрия владыку и преосвященно митрополита тихо и смиренно 42 года тело Димитрия почивало под спудом в 1752 году когда стали разбирать ветхий пол то нашли деревянный изгнивший обруб сверх которого вместо крыши положено были толстые бревна разобрали обруб и нашли гроб святого Димитрия у коего крышка была разломана и сквозь скважины виднелись покров митра и вся святительская одежда совершенно нетленная когда были освидетельствены святые мощи то оказалось что руки святителя крестобра заслужены на груди совершенно нетленны только у правой руки четыре перста переломились от обвалившейся вовнутрь гроба доски и левая рука отделилась от локтя все прочие части тела совершенно крепки услышав об обретении святых мощей народ толпами спешил к новоявленному угоднику Божию и при гробе его открылся обильный источник исцелений кои подаются верующим и доселе во славу дивного святых своих триединого Бога Отца и Сына и Святого Духа Аминь Богу нашему слава во веки веков Аминь Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала Субтитры 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 создавал DimaTorzok